Водотворного вечера, в том ключе, в котором всем слушателям, зрителям необходимо. И мы начинаем. Сейчас у нас очень интересное время. Вообще этот год очень интересный. Сложный, но интересный. Мы сдаем вселенские экзамены. Об этом многие говорят. Многие из вас не понаслышке с этим столкнулись. У кого-то были серьезные потери, как по финансам, так по здоровью. У кого-то потери близких людей. Это, конечно, неприятно. Но смотрите, что происходит. В этом году подводится итог. Итог вашей предыдущей жизни. И переход в новое качественное состояние. И только от нас зависит, пройдем мы этот переход или не пройдем. Если мы проходим, то все у нас замечательно. Если нет, то нам еще дают один шанс это пройти. Те, кто уже не хочет, не может, не знает, как, устал бороться, устал совершенствоваться, двигаться дальше. Увы и ах, его изымают из нашей матрицы. И скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Давайте мы сегодня поговорим о возможностях. Есть ли среди вас люди, те, у кого наблюдается раскрытие способностей, в каких-то планах ясновидение, яснослышание, яснознание, очень активное развитие интуиции. Ставим пятерочки. И при этом вы не знаете, что с этим делать. Как узнать, прошел ты экзамен или нет? Вот смотрите, когда у нас идет переэкзаменовка, нас проверяют по многим показателям. Это отношения, это финансы и здоровье. Если у нас идет потеря по финансам, основная линия этого года, потеря по финансам, да, то здесь, смотрите, как узнать, прошли вы или не прошли. Если вы прошли экзамен, то у вас улучшаются все сферы жизни по этим показателям. И этот экзамен у нас будет длиться до конца января месяца в том или ином виде, в том или ином проявлении. Где-то жестче, где-то мягче. Кто-то раньше пройдет этот экзамен, кто-то позже. Все зависит от нас самих. Ребята, если вы воспринимаете эту жизнь осознанно, вы понимаете, для чего вам это надо и чего вы хотите, куда вы двигаетесь, то, естественно, как говорится, все козыри вам в руки и Бог в помощь. И тогда намного легче у вас проходит переглядная музыка. Так, вот я вижу ваши пятерочки. У Айжан наблюдается, у Полины, у Светланы. Хорошо. И смотрите, ребята, сейчас мы немножечко с вами поговорим о пробоях, потому что это актуальная тема. Да, у меня, но и работа трудная. Много раз ходишь с пути, дорог очень много, глаза разбегаются. Да, и немножечко мы с вами поговорим. И об этом тоже. Как сделать так, чтобы глаза не разбегались и путь выбрали. Тот самый, который ваш. Вот. Итак, давайте начнем. Немножко я вам расскажу про радужные энергии, так как у нас здесь много интересующихся, те, которые с нами впервые. Эти энергии для тех, кто не имеет опыта работать с энергиями, и для тех, кто активно практикует, имеет свои наработки, практики. Для тех, кто хочет обрести гармонию в жизни, самое главное для тех, кто хочет стать хозяином своих действий и решений. Также радужные вам помогают исцелить многие заболевания в короткой строке. Это чудодейственные энергии. Ну, конечно, это не панацея. Я вам сразу скажу, ребята. Традиционную медицину никто не отменял. Естественно, если у вас есть букет хронических заболеваний, то вы строго придерживаетесь назначенного вам лечения, радужные вам в помощь. Они помогут вам сгармонизировать и сбалансировать курс лечения и выстроить схему лечения таким образом, что вам будет намного легче и по минимуму побочных явлений. Также радужные помогают улучшить жизненные условия для себя и ваших близких, любимых, родных, самых дорогих для вас людей. Наладите сгармонизировать отношения, обрести свое счастье, удачу, благополучие и благосостояние. Наладите контакт с вашим Высшим Я, с вашими духовными наставниками, учителями и ангелами-хранителями. Сейчас приходят новые детки с этими энергиями, и наша задача, как родителей, помочь им обрести свой путь, направить их. И нам радужная помощь для понимания наших детей, помощь нам в понимании нашей жизни, в осознанном понимании, в осознанном применении тех знаний и навыков, которые мы за всю нашу жизнь нарабатываем, обучаемся. И смотрите, что интересно, когда у вас наступает период, казалось бы, все, у меня есть, мне достаточно, мне довольна, и вы останавливаетесь, происходит крах. Вы скатываетесь с нежным комом вниз. И поэтому мечтайте и желайте. Как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Наша человеческая природа так устроена. Мы достигаем, ставим цель, достигаем ее. Мы получаем удовольствие и удовлетворение от результата, который мы получаем. Но при этом мы говорим, я удовлетворен, мне хорошо, но теперь я хочу вот это. И ставим новую цель. Если раньше, еще вот так, на вскидку взят лет 5-7 назад, вот вы поставили цель, до нее дошли, получили результат, вы могли радоваться этому где-то в год, может быть, может полтора. Это было норма. Сейчас время нам настолько сжалось, и от нас требуется такой очень быстрый темп принятия решений, принятия постановки наших целей, проведение инвентаризации в нашей жизни в кратчайшие сроки, отделение зерен от плевел, выравнивание нашего пространства, реструктуризацию. Что, вот мы получили результат, и нам достаточно порадоваться максимум полчаса и двигаться дальше. Если мы застреваем, ну максимум, может это состояние радости и удовлетворения, у нас задержаться на трое суток. Это самый-самый максимум. Это статистика для обычного человека, который не занимается никакими энергетическими практиками, а просто живет обычной человеческой жизнью в повседневной рутине. А если же вы занимаетесь какими-то практиками, той же самой йогой, йога, цигун, плюс еще вы являетесь проводником энергии, таких как рейки разных направлений. То есть множество сейчас в течении энергий, которые к нам приходят. Энергии вознесения, это вообще мощнейшие энергии, да? То здесь у вас время сокращается во много раз. И вам достаточно порадоваться вашему результату в течении получаса и двигаться дальше. Для чего нам нужны эти полчаса? На удовольствие, радость. Для того, чтобы вы получили новый ресурс, запасы на движение дальше. Это очень интересно. И, естественно, в повседневной жизни вам достаточно радоваться максимум, так, в течение дня по несколько раз периодически, максимум по 3 минуты, не больше. Вот вы что-то интересное для себя увидели, узнали. Вау, как это здорово! Мне это надо! Вот такой вот восторг, восхищение. Максимум 3 минуты. Потом вы переключаете ваше сознание и двигаетесь дальше. Если вы находитесь постоянно вот в таком состоянии, вау, как это здорово! То это начинает вас разрушать. Об этом тоже сейчас очень много говорится. И смотрите, вот если вы идете по радужному пути, то вам доступно все. Вы реально становитесь волшебником вашей жизни. Вы ваяете свою жизнь. Вы творите и созидаете. Мальчики у нас творцы, девочки у нас созидатели. То, что мальчики натворят, мы уже, девочки, потом из этого созидаем. И это наша природа. Против природы не пойдешь. Если девочки начинают творить, а мальчики созидать, то здесь уже идет перекос, ребята. И, естественно, мы начинаем цеплять разные заболевания, которые нам абсолютно не нужны. А если нужны, то определитесь, подумайте, проанализируйте, для чего вам это надо. Так, ребята, у меня к вам еще просьба. Приготовьте, пожалуйста, водичку. Так как у нас идет большой поток энергии, чтобы эти энергии у вас усвоились комфортно и гармонично, нам нужна вода. Универсальный гармонизатор. И на практику вы тоже можете набрать водичку в какой-нибудь сосуд, в баночку, в бутылочку, но обязательно стеклянную. Стекло – это нейтральный такой материал, который не теряет энергию, не пропускает вовнутрь. Удивительное вещество, с которым можно работать всегда. Добрый вечер, Ольга. Присоединяйтесь к нам. И теперь поехали дальше. Вот смотрите, давайте так. Ставим в чат плюсики девочки, те, которые взяли на себя мужские обязанности. Это обеспечение семьи, защита своего пространства и интересов семьи, плюс еще принятие решений на семейном уровне и, как говорится, двигатель прогресса. О, плюсики пошли. И, соответственно, девчата, смотрите, раз вы взяли на себя такую большую ответственность, несвойственную вам, то у вас идет перекос по здоровью. Это, в первую очередь, щитовидка, проблемы с щитовидкой, с поджелудочной, в той или иной степени. Также это заболевание по гинекологии. Это почки, потому что всегда это стресс. Для женщины это стресс. Повышенная ответственность для нас это стресс. Для мужчин это норма. Брать ответственность на себя. Брать ответственность за тех, кто их окружает. Если одиноко, Полиночка, то надо разобраться, для чего вам это надо. Вот. Вот эту памятку для себя куда-нибудь запишите обязательно. Потом в записи это у вас будет. Действительно, Валентин, результат – это болезнь. И все из вас, кто одиноки, кто не создал еще свою семью, не нашел свою половинку, своего спутника жизни по той или иной причине. Бывают разные ситуации. Бывают это родовые программы. Бывают это навязанные программы социума. Бывает поломанная судьба. Здесь надо разбираться, откуда это у вас появилось и когда. Вот. Поэтому для начала проведите такой самотест, самоанализ. Почему я до сих пор еще не в семье? Да? По какой причине? Что мне мешает? Чего я боюсь? И какая выгода от этого у меня? Это обязательно. Если у вас нет выгоды от вашего, так скажем, свободного образа жизни, то у вас легко и просто получается встретить того самого или ту самую, создать семью и продолжить род. Если у вас это не получается, то, во-первых, чего вы боитесь? В первую очередь нам мешают наши страхи. Это может быть, мы проигрываем жизненный сценарий мам, бабушек, прабабушек. Может, это родовое проклятие. Может, это порча, специально наведенная, да? От зависти. То есть причин масса, множество. Но в большинстве случаев это идет самопрограммирование. Так как мы попадаем, да, улыбка поступает, спокойствие, поток усиливается. Здорово! Замечательно, Костя, рада, что вы это прочувствовали. Итак, смотрите, девочки, мальчики, вот в чем причина? В основном у нас как? Ставится программа, да? Не ходи туда, там злые дядьки, они там тебе сделают больно, они тебя обманут, предадут. Понимаете? Это говорится с ранних лет. Девочка. Мальчикам тоже говорят, вот не смотри туда, вот им только одного надо от тебя и тому подобное. Вот это не такая, это кривая, это косая, а у этой вообще руки не оттуда растут, да? Или только вот эта кукла без мозгов. И, естественно, какая программа у мальчиков закладывает? Хорошо, когда есть мудрые родители, которые объяснят ребенку, не важно, сколько ему лет, 3 годика, 5 лет, 7 или 15, что в жизни бывают такие ситуации. Да, это не исключено. И сразу показываете на примерах, что вот есть вот соседки, у которых вот такая ситуация. Есть дядя Петя, у которого вот такая ситуация. Но все зависит от тебя. Какую жизнь ты себе захочешь, такую ты и получишь. И мы, как родители, как мама с папой, сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь тебе сделать так, как тебе нравится. Но мы за тебя не проживем твою жизнь, потому что нам свою надо прожить. А ты пришел сюда или пришла в этот мир для того, чтобы построить свою жизнь и ее реализовать так, как тебе нравится. И в этом случае у меня огромная благодарность моим родителям за это, моим бабушкам, дедушкам. Да, конечно, они тоже не идеальны. Мы все не идеальны. Поэтому мы люди. У нас свои задачи. Но у нас всегда есть выбор, делать или не делать. И когда у меня многие спрашивают, Динар, посмотри, что там у меня впереди, что там у меня в будущем. Я вам скажу такую вещь. Будущее – это многовариантное пространство. Там, где у вас множество путей. И когда вот люди приходят к гадалкам, да, которые раскладывают карты, кидают камушки, да, там разные способы, руны, это все прекрасно и замечательно. Но когда ставится программа, если ты это не сделаешь, у тебя будет только вот так, никак иначе. Ой-ой-ой, какой кошмар! Все, закрывают карты, руны, камушки и убирают. То, что вы запоминаете? Вы запоминаете самое плохое, что с вами происходит. Что может произойти. Этого еще нет в вашей жизни. Но вы поймали эту программу, этого испугались. И плюс еще своими мыслями додумали, в каком это виде может проявиться у вас ужас. И такое состояние – ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, боже, спаси, сохрани. Защити меня от этого. Так? И здесь самый интересный момент, ребята. Когда вы просите защиты от чего-то, чего у вас еще нет, вы даете намеренный запрос во Вселенную. Защити меня от этого, которого еще нет. А от вас пошел запрос. Это ваша воля, ваша истинная воля, изъявление, что вы требуете защиту от таких ситуаций. Но у вас их фактически нет. И вероятность этого очень маленькая. Но так как вы этого боитесь, об этом постоянно думаете, вы просите защитить вас от этого, то Вселенная нас всех любит, обожает. Мы – частички Бога, мы – Его творение, и мы также, как наш всемогущий Сидержитель, Создатель, мы имеем право созидать и творить. И естественно, что получается, пространство идет нам навстречу и создает для нас именно такую ситуацию, от которой нас надо защищать и оберегать. И естественно, потом, когда эта ситуация случается, вы такие «Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Конечно, это я, конечно, сейчас утрирую в том виде, чтобы вам было понятно, ярко, красочно это все объясняю. Просто вам надо это понять. Если вы постоянно, даже вот я очень уважаю всех гадалок, прорицателей, которые помогают людям выйти из кипяка. Да, вот выпали неприятные ситуации, но при этом тот человек, будем говорить так, консультант, чтобы так обобщить, консультант вам говорит, да, вот здесь вот у тебя проблемки. Возможны вот такие события. Может быть, это приведет вот к этому и делают расклад дальше до того момента, пока не выпадет позитивный результат. И при этом говорит, да, ты через это все пройдешь, у тебя все получится и результат будет вот такой. Ты через это все пройдешь и будет у тебя все супер, все замечательно, все примечательно. Что происходит в этот момент? Чтобы вы уже научились принимать решения собственные, если вы прячетесь от жизни, вас по-любому будут вытаскивать на свет Божий. Не хотите по-хорошему, будут волшебные пендели. Кто с таким сталкивался, ставим, что хотите, то и ставьте. Можете написать «Я» для разнообразия. И смотрите, ребята, когда у вас возникают неприятные ситуации в жизни, Задайте себе вопрос. Для чего мне это надо? Чему меня здесь обучают? Что мне нужно понять? И вообще, кто я? Куда иду? Зачем? Для чего? Что мне мешает жить так, как я хочу? От чего мне нужно освободиться? Что мне нужно изменить в себе? Но при этом это будут не просто вопросы. Задал вопрос и забыл. А тут же у вас пошел анализ и действие. Не только мысленно, но и физически вы проводите работу над собой. Это довольно болезненно. Если вы раньше этим не занимались, этого никогда не делали. Вы привыкли жить так, как живется. Слыть по течению, жить по указке других людей. То для вас это будет очень сложно. И тем более, если вы не умеете выстраивать свои границы. Что вам, вами все управляют, манипулируют, делают, просят вас сделать за них работу. Очень часто мы с этим сталкиваемся. Но вы под обратие душевные говорите, хорошо, я это сделаю и делаете. Но свое вы забываете, не успеваете делать. И в итоге, получается, за того человека вы все сделали, а за себя вы ничего не успели сделать. И естественно, вы получаете по шапке. Или выговор, или решение премии, или еще что-то. Вот. Так что, ребята, делайте выводы, принимайте решения. Так, у меня есть знакомая, которая меняет себя волшебницей колдуньей с даром. Она очень по-злому с людьми разговаривает. Я в последнее время ее вообще слушать перестала. Потому что как послушаю, так как с ней пообщаюсь подольше, так у меня в жизни все сыпаться начинает. Очень злится, если ее негативные рекомендации не соблюдаются. Правильно? Но, Елена, здесь смотрите. Без осуждения. Это не нужно. Когда вы начинаете осуждать, вы создаете схожие ситуации в своей жизни. Вы притягиваете подобные ситуации. Да, есть такие люди. Это их выбор. У каждого из нас есть выбор. Ваш выбор – делать так, как вам вы считаете нужным и правильным. Даже если это приведет не к тому результату, который ожидается, да? Отсутствие результата – это тоже результат. Отрицательный результат – это тоже результат. Мы приходим учиться. Мы приходим учиться. Мы обучаемся. И когда вы берете ответственность за свою жизнь на себя, что это я, что это я решила, я это делаю, то здесь уже вы выходите в разряд из жертвы в учениках. То есть даже если вы в состоянии ученика, то есть как определить, в состоянии вы ученика или нет. Вот давайте посмотрим по четырем пунктам. Это вот основные четыре пункта. Первый пункт, самый главный. Это вы являетесь наблюдателем. Вы наблюдаете за всем, что происходит в вашей жизни. Приятное, неприятное, но вы наблюдаете. Второй пункт. Вы разрешаете себе, в первую очередь себе, и вашим окружающим людям быть такими, какие они есть. Мы все имеем право быть такими, какие мы есть. Третье. Я имею право выбора. Так же, как и каждый из нас. У каждого из нас есть право выбора. И это свято. Если право выбора нарушается, за это наказываются. И четвертое. Вы извлекаете уроки из всех ситуаций, которые с вами происходят. Вот по этим четырем основным пунктам определяется. Ученик вы или жертва. Если вы ищете виноватых, ребята, я вас поздравляю, вы жертва. Если вы говорите на всю волю небес. Да, на всю волю небес, но при этом у вас есть свобода выбора. Вы сами выбираете, идти вам туда или не идти. Если же вами руководят, вам говорят, вот, Маша, вот сейчас встала и пошла туда, направо. Но вам этого не хочется по каким-то причинам. И, ну, вы идете туда, значит, вы кто? Жертва. Дальше. Я не имею права просить. Я не имею права принимать. Я не имею права. Да, вот это основное. Жертва не имеет права. А свободный человек, он всегда имеет право. И этим правом пользуется. Но, естественно, с нас никто не снимает наших обязанностей, да, вот, в плане семьи, в плане работы, наши должностные обязанности. То, что мы должны сделать. Но, опять же, это ваш выбор, делать это или не делать. Это понятно? И теперь скажите мне, пожалуйста, вот, давайте немножечко вернемся к энергетическим пробоям. И скажите мне такую вещь. У кого из вас в последнее время наблюдается линия лицейства? Вот, ни на что нет сил. Вот надо это сделать, а сил нет. Или постоянно все откладываете на потом. Потом, 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 потом. Находите разные причины отговора. Ставим плюсики. Вот. И если хотя бы один из этих признаков у вас наблюдается, то это вам звоночек. Вы живете на своей жизни. Вы проживаете жизнь кого угодно. Мамину, бабушкину, папину, дядину, тетину, брата, сестры, соседкину, начальника. Но не свою. Отсюда. Это обязательно у вас, если у вас такое состояние, то 100% у вас сбой по щитовидке. У вас начинается панкреатит. А если у вас еще повышенный уровень критики, то в таком запущенном варианте, то это диабет. Причем критика очень жесткая, и вы давите, вы тиран, вы тираница, то это диабет. При этом вы можете тиранить не своих близких, а окружающих вас людей, абсолютно незнакомых. Или же наоборот, для всех вы белый и пушистый, а дома вы ух! Громбаба такая, ух, не подходи ко мне, загрызут, а? Порву руками на маленькие кусочки, если что, не помню. Вот. И дальше что? А дальше, как выйти из этого состояния? Проанализируйте еще раз вашу жизнь. Что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотите поменять в вашей жизни, а с чем вы готовы двигаться дальше. Но опять же, это ваш выбор. Работать над собой или не работать. Так, у меня в 18-ю ноль наступает сонливость, независимо, стало поздно или рано. С конца сентября началось. Это нормально. Если просто сонливость, то это у вас наблюдается так называемый переход, перенастройка организма. Тем более, у нас с середины августа до середины сентября был коридор затмений, когда закладывались события на следующие 18,5 лет. Представляете, ребята? А с середины сентября до конца, вот эти две недели, 12 дней, закладывались события, состояния следующего года. Интересно? И теперь просто смотрите. Вот. А этот год весь удивителен тем, 2016, что каждый месяц несет в себе ключ к последующим 12 годам нашей жизни. То есть январь, вот как у вас прошел январь, на этой же волне у вас пройдет следующий год. Как прошел февраль, это у вас 2018. И так дальше. Вы уже можете проанализировать. Если вы включаете вашу осознанность, что дальше вы так не хотите и не можете, то у вас есть возможность что-то откорректировать, сделать перезапись. Вот. Но этим мы сейчас заниматься не будем. Это долгая процедура. Кто хочет сделать перезапись, приходим на консультацию. Участвуем в наших интенсивах. Если хотите более глубинно на обучение, и вперед, Бог в помощь, как говорится. Но при этом должно быть ваше желание и ваше осознанность, ваше осознанное решение. Да, мне это надо, и я это делаю. Вот. Теперь смотрите. По поводу пробоев, по поводу зависти. Зависть, жалость, осуждение. Это так называемая бытовая порча. Бытовая порча. Так как... Так как... И причем от этого страдаете не только вы, и тот человек, которого вы пожалели, позавидовали, осудили, но и ваши ближайшие драгоценные люди. Это ваши дети. И что происходит? Когда вы начинаете жалеть... Я своей энергией всех замучила на работе и дома. Теперь лежишь с травмой и никого не трогаю. Лен, у тебя такая ситуация сложилась интересная? Подумай, для чего? Не навязываемся. Если не просят, не лезь. Если вас просят, помочь, помогите, если это в ваших силах. Если вас не просят, а вам, вот, не имелся, вот, вы видите, что человек здесь неправильно делает, вы пытаетесь туда лезть, дать ему совет, сказать, слушай, слушай, Маша, ты неправильно это все делаешь. Надо вот так делать. Маша так посмотрит, скажет, ну что, иди-ка ты лесом, а? Лесом, полем выбирай, как хочешь. Только подальше от меня. Я сама знаю, как мне надо. То есть за такое наказывают. Не просят, не лезьте, пожалуйста. Это моя просьба к вам. Вот. Потому что благими делами услана дорога в ад. Вы это знаете. И, естественно, если вы оказываете услуги энергетические, да, хотите поработать, провести сеансик, то в любом случае ваша работа должна быть оплачена. Это закон. Закон Вселенной. Так как, если вы не оплатите какую-то услугу, то в следующий раз вам не оплатят. Или же заберут чем-то другим. Это как система сообщающихся сосудов. Если вот мы все сейчас находимся на одном уровне, да, вот давайте разберем пример. Вот случай из моей жизни, да, из моей практики. Возьмем без имен, естественно, это этика. И без разрешения клиентов я не имею права переходить на личности. Могу рассказать просто общую ситуацию. Что было. Это закон. Если же я привожу примеры с именами, то значит я получила разрешение от этого человека подробно рассказать о его ситуации. Если такого нет, то я просто рассказываю ситуацию в общем, чтобы вам было понятно. Вот смотрите. Бывают такие случаи, когда, да, у человека проблемы. Нет, бесплатные вебинары это немножко другое. Здесь немножко по-другому идет энергообмен. То есть здесь у нас идет ознакомительное. Мы знакомимся с вами. Я вам рассказываю. И там другие спикеры, профессионалы своего дела рассказывают о том, что они умеют, о тех знаниях и умениях, навыках, которые они несут в мир. Делятся с вами опытом. Здесь другое совсем. А если вы приходите ко мне, стучитесь и говорите, Динар, мне нужна срочно помощь. Я говорю, хорошо, договаривайтесь, моя цена такая. Вы соглашаетесь? Говорите, да, я согласен. Мы работаем. Работа завершена. По окончании работы человек говорит, знаешь, у меня нет сейчас. Я говорю, извини, это уже не мои проблемы. И это твой выбор. Я предупреждаю всегда сразу. Ребята, лучше оплатите. Лучше вы деньгами отдадите, чем у вас потом пространство заберет неизвестно чем. и в самый неподходящий момент тем, что вам будет нужно. Понимаете? Это законы вселенной. Это уже испытано не разу. И в таких случаях, когда мы сначала договариваемся, но потом по окончании встреч человек говорит, что извини, увы и ах, у меня нет. Я говорю, хорошо, иди с миром. Я отпускаю. Бог свидетель, он сам знает, как лучше. Это и для меня опыт, урок, и для этого человека опыт и урок. Но здесь разница в том, кто из нас урок усвоит, а кто не усвоит. Если вы не усваиваете урок, вот смотрите, у вас складывается ситуация. Одна ситуация, так? Вы не извлекли урок из этой ситуации. В следующий раз у вас ситуация складывается намного сложнее. Люди другие, ситуация та же. И болезненнее. Если же вы извлекаете опыт и урок из сложившейся ситуации, то эта ситуация облегчается, уходит на второй план, потом на третий план, потом на четвертый план, и потом уже уходит из вашей жизни на совсем. И периодически вас будут проверять, усвоили вы этот урок или не усвоили. Как нас в начальной школе спрашивали таблицы умножения, да? Мы ее учим, зубрим, ой, как это сложно, как это все запомнить. Потом на раз, вроде выучили. Проходит некоторое время, мама с папой подходят и начинают спрашивать. Ну-ка скажи мне, сколько будет? Восемью девять. Сидишь и думаешь, так я же знаю. Ах! И говоришь, шестьдесят четыре. А вы думаете, нет, семьдесят два. Иди учи дальше. Если же мы сопротивляемся этим урокам, то они становятся все жестче и жестче. И в итоге все равно все из нас выучили таблицу умножения. Тем или иным образом. Кто-то раньше, кто-то позже. Так же и в жизни. Вы проходите свои уроки. И вы их обязательно пройдете. И теперь смотрите. Дальше. По поводу жалости. Ах! Какое это слово жалость. Вроде это не сочувствие и не содействие. Это жалость. Жалость это совсем другое. Когда есть сочувствие и содействие, к вам пришла подружка или друг и говорит, слушай, вот у меня вот здесь вот такая ситуация. Вы говорите, ух ты, бедненький, несчастненький. Как тебе не повезло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Все. Ребята, вы закрываете дорогу этому человеку на благоприятное разрешение ситуации. Плюс еще вы создаете подобную ситуацию в вашей жизни. И здесь неизвестно, когда она к вам прилетит. Или сразу тут же. Это хорошо, если сразу прилетит. Или спустя несколько лет. Если она прилетает к вам спустя несколько лет, то вы хватаетесь за голову и думаете, боже, ты сможешь. Откуда это ко мне прилетело? И сидите, опять жалуетесь, говорите, ой, как мне плохо. здесь все ужасно, здесь все ужас какой творится, да за что мне это. Если вы начинаете так, говорите, да за что мне это, ситуация обостряется. в данном случае вам просто надо провести анализ и извлечь урок. Для чего вам это надо? Сочувствие – это другое. Когда вы с точки зрения наблюдателя наблюдаете, проводите анализ этой ситуации вместе, да, такое бывает, такое бывает, и такое случается, но есть вот такие пути выхода. Из каждой ситуации есть как минимум три выхода. Ребята, как минимум три выхода. Вот. можно же ставить защиту на счастье и удачу. Зачем? Вы сами создаете это. Если вы ставите защиту на счастье и удачу, то оно у вас не растет, не приумножается, не приходит. Вот теперь смотрите, если вы надеваете водолазный костюм и ныряете в воду, вода с вами не соприкасается. В каких-то ситуациях это хорошо, но в каких-то ситуациях вам это мешает почувствовать всю прелесть окружающего мира. То же самое стеклянная банка, да, вот окна наши, стекла, в каких-то ситуациях они нас защищают, да, но здесь надо смотреть адекватно. По каким причинам на вас оказывается воздействие, для чего вам это надо? Если это как тренировочная база, вас обучают отстаивать свое, это одно, а когда это у вас работает механизм игра в прятки, я спрячусь от вас от всех, буду жить в своем мерке, это совсем другое. Что надо говорить другу, который жалуется, чтобы ситуация потом к нам не прилетела? Хорошо. Да, вот у тебя сейчас сложилась эта ситуация, но давай подумаем, как это можно все исправить, как ты сам можешь это все исправить. Давай проанализируем, для чего тебе это нужно, как ты это можешь все исправить, каким образом, то есть совместно начинаете искать пути выхода. Только таким образом. Если же человек вас не слышит, он полностью погрузился в свое это состояние и не хочет из него выходить, так называемое оставьте меня в покое, не мешайте мне страдать, то здесь просто меняете тему разговора. Так, все, хватит, давай поговорим о чем-нибудь хорошем и приятном. Так, можно про себя говорить, этот опыт я прожила в прошлой жизни. Зачем? Не надо. Или у меня была схожая ситуация, но она вот так разрешилась. Вот это можно сказать. Вот. Если человек просит у вас совета, дайте. но при этом если ваш совет не выполняется, то лучше не надо. Конечно, подключаемся в чужую тяжелую ситуацию и индуцируем ее на себя. Но не совсем так, мы наблюдаем. На себя мы ничего не проектируем и не проецируем. Так, молодец, когда люди жалуются, я говорю, что сижу на диете хороших новостей или счастье, это когда Бога чаще благодаришь, чем просишь. Это точно. И первое, ваша скорая помощь во всех ситуациях. Найдите 10 вещей, за которые вы можете сказать всегушнему спасибо. хорошее или плохое, без разницы, даже если вы в плохом, самом ужасном найдете что-то хорошее, позитивное для вас, за это уже стоит поблагодарить, за вашу осознанность, за ваше понимание и получение опыта и навыков. Это понятно? Теперь смотрите, когда у вас проявляются энергетические пробои, то есть вы уже четко осознаете, что это не ваше, это чужое к вам прилетело, проводите анализ, для чего вам это надо, чему вас обучают и потом вы уже можете провести очищение. Элементарно. Да, есть. очищение солью, огнем, водой, землей. Воздухом, да, потому что соль это стихия земли в чистом виде. в каждом доме есть соль. Берете соль, опираете руки, потом промываете под проточной водой, сначала кран открыли, водичка полилась, ручки помыли, умыли, зажгли свечку, ручки над огоньком, посмотрели на огонь, все плохие негативные мысли туда скинули, очистились, вспомнили самое прекрасное, замечательное, потом открыли форточку или окошко, подышали свежим воздухом, подумали о приятном, все, процесс завершен. То есть вы задействовали все четыре стихи в этом деле и оно всегда помогает, потому что мы пришли сюда, в этот мир и нам, наш мир нам в помощь, нам все помогает. Если нам нравится страдать, создаются ситуации для страданий. Если вам нравится жить счастливо, радостно, то вы создаете в себе эти состояния и программируете вашу жизнь на это. Также нам в экстренных ситуациях помогают наши животные. Это кошки, собаки, птицы, рыбьи. А те, у кого есть возможность пообщаться с дельфинами, это вообще такие удивительные создания. Дельфины, лошади, они вообще это отдельный разряд животных, которые очень уникальны и мгновенно гармонизируют наше душевное состояние. мгновенно. Вот то, что я вам сейчас сказала, на протяжении нашей встречи сейчас, пока практика не началась, только практики не будет в записи. Все остальное будет. Потом смотрите дальше. По поводу ваших мыслей. Если вам мешают какие-то навязчивые мысли, которые крутятся, 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 скажите стоп, начните дышать. Выдох, вдох, один, выдох, вдох, два, начинайте считать свое дыхание. Или же руку на пульс, на шею лучше всего на руке. Пульс, нашли и считаем сколько ударов. При этом никаких больше мыслей. То есть вы сосредотачиваетесь здесь и сейчас. Что значит быть здесь и сейчас? То есть у вас полный контакт с вашим физическим телом и вы четко понимаете где вы находитесь, в какой точке пространства. Не в прошлом и не в будущем. Здесь прошлого уже нет. Будущего еще нет. Если мы уходим в прошлое, то здесь смотрите ребята, объясню вам такую вещь. Утром мы просыпаемся, когда мы приходим в наш физический мир после пробуждения, из мира грез, из астрала, из параллельных миров, кто где путешествует после нашего ночного бессознательного путешествия, нам дается на сегодняшний день ресурс, определенный ресурс. И от нас зависит, как мы его распределим. если вы в большей степени думаете о плохом, о проблемах, не о том, как их решить, а именно о самих проблемах, что их у вас очень-очень много, они такие жуткие, такие ужасные, то естественно жизнь идет нам навстречу и создает для вас еще больше проблем. Не думайте о том, кто вас когда-то обидел, какие неприятности были, то вы это перетягиваете вперед, задаете движение, выбираете себе путь. Если же вы наоборот, обращаясь к прошлому, думая, вспоминая то, что было, у вас это поднимает волну позитива, удовольствие, радости, то вы закидываете потенциал вперед. Вы создаете похожие ситуации. Если же вы постоянно мечтаете где-то там, далеко-далеко, вот как оно будет, и вот весь день проводите в таких мечтах, вот у меня будет когда-нибудь, где-нибудь вот это, а еще вот это, но при этом вы ничего не делаете, вы просто лежите на диванчике и мечтаете весь день, то вы зря тратите эту свою энергию на сегодняшний день. Мне нравится такая фраза, делай сегодня то, что другие не хотят, и завтра ты будешь жить так, как другие не могут. И в этом вся правда жизнь. Если вы хотите чего-то добиться в вашей жизни, изменить, начинайте прямо сейчас. Начните с малого, с малого. Научитесь радоваться жизни, научитесь получать удовольствие от жизни. Удовольствие можно получать вот даже сейчас, сидя перед монитором, слушая нашу беседу, принимая активно участие в ней, просто порадуйтесь, что у вас есть такой удивительный шанс. Вы для себя что-то новое узнаете. Вау, это так интересно. Если вам это не интересно, так вот, да, я это все знаю, но все равно хорошо бы обновить, освежить память. на физическом плане, как можно получить сейчас удовольствие. Возьмите водичку или чай, кто что из вас приготовил, и просто вот просто сначала понюхайте, как пахнет, ммм, какая вкуснятина. Потом сделайте глоточек, наберите в рот и посмакуйте. Почувствуйте вкус этого напитка. И потом с удовольствием проглотите. Ммм, как вкусно! начните делать то, что вас радует или лет мне много, было все, но не помню, чтобы кому-то завидовало, почти все желания исполнялись через неделю, месяц, год и даже годы, но исполнялись. Не знаю, что это такое. Это правильно, вы идете по своему пути. Когда у вас исполняется ваше желание, вы идете по своему пути. И знаете, я вам скажу такую вещь, что невозможное возможно, просто на него требуется больше времени. Если вы ставите перед собой цель и начинаете что-то делать, вот у вас цель, к примеру, поставили себе цель, потом распишите, что вы реально можете сделать. Вот для достижения этой цели я делаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это зависит от меня. Там у вас может быть 20, 30, 50, пунктов, что вы реально можете сделать. А может будет только 2 пункта или 3. Вот. и все остальное, вот то, что от вас не зависит, вы говорите. Вот. А вот это я доверяю Всевышнему для исполнения наилучшим образом для меня. То, что меня радует, идет вразрез с обществом. Как найти правильный выход. Елен, один пример, пожалуйста. Что идет вразрез с обществом? И на примере разберем. Всегда можно получать радость. Вы принимаете душ, вам комфортно, вы получаете от этого радость. Светит солнышко, вам хорошо. Вы получаете от этого радость. И скажите, пожалуйста, что для вас радость? Это вот такое состояние эйфории? Вау! Супер! Или же это просто тихое, спокойное, душевное состояние и улыбка души? Радость тоже у всех разная. Кто-то радуется от того, наблюдая, как другим плохо. Такие люди тоже есть. И такое бывает. Бывает то, что вы радуетесь от того, когда вы причиняете другим людям боль. Для вас тоже это радость бывает. Бывает такое, что вы радуетесь от того, что вам делают больно. Как говорится, бьет, значит, любит и тому подобное. значит, у меня внимание. Все самое лучшее в этом мире или незаконно, или аморально, или ведет к ожирению. В каждой шутке есть доля шутки. Правильно, микрорк. Но все в меру. То есть, смотрите, даже если вы очень любите тортики, вы за один присед целый торт не съедите все равно. Вот давайте сейчас сделаем такую вещь. представьте ваше самое любимое блюдо. Может, оно не всегда полезное для здоровья, но вы получаете от него удовольствие поедания этого блюда. Вот представили, перед вами такая тарелка. И там вот вот это вот самая вкусняшка. Вы берете ложечку, это маленький кусочек или вилочку, смотря что у вас там. Сначала понюхайте, вспомните запах этого блюда. Теперь берете ложечку или вилочку, кусочек, посмотрели на него, ах, как это вкусно! Положили в рот, вспомнили вкус, посмаковали и для себя сказали, я получаю от жизни удовольствие и это мне во благо после этого проглотили. Все. Девочки, вы можете есть все, что угодно, получая удовольствие. Когда вы едите и получаете удовольствие, то здесь, да, пожалуйста, за сележкой, то здесь, смотрите, я ем, для моей, я вот это съедаю, и вот эта еда идет для моей красоты, молодости и здоровья. плюс еще богатство. Я молодею, хорошею, красивею, здоровье мое восстанавливается, богатство приумножается. Как вам такое? Нравится? Так, я как мама должна дома что-то делать так, чтобы было чисто и прочие домашние дела, а домашние пользуются, помогать не хотят и благодарить не хотят, прошу мне помогать, не хотят. При этом я понимаю, что кроме меня этого делать никто не будет и я больше не хочу делать то, что должна делать дома, а я делаю. Я не хочу думать о тех, кто меня не ценит и все равно думаю, и делаю и забочусь о них, а они говорят, что им это не нужно. Хотя все понимают, что это вранье пользуются, еще и погоняют меня. Как быть? Я не хочу, но делаю, могу не делать, но тогда мне будет хуже от того, что будет врача, и обстановка в доме еще хуже. Как разрешить это? Во-первых, смотрите, вы никому ничего не должны. вы делаете это по своей доброй воле. Если вы хотите помощи, просите ее и объясняйте. если вы просите помощи у детей, то, что они по силе могут сделать, но они отказываются, поступайте с ними также. В том плане, что вы попросили, вам не помогли. в следующий раз вас просят о помощи, вы не помогали. Скажите, вот, я тебя просила, что мне не помог или не помогла. Что ты от меня ждешь? И то же самое, сейчас это со мной происходит. А в дальнейшем, когда тебе действительно понадобится помощь, ты ее не получишь, потому что ты не хочешь помогать, когда тебя об этом просьба. И уясните такую вещь. Я детей своих этому учу. Мы все живем в одном доме под одной крышей. Будь любезен, сделай то, что ты можешь. Внеси свой вклад в семейную жизнь. И будет тебе счастье. И причем, если ты не умеешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, лучше вообще это не делать. Если это тебя в напряг. Вот так вот. Это точно. Надо собрать семейные советы на этом совете распределить все обязанности по всем членам семьи. Начинаю шуметь. Так что не вдохнуть, хоть уходи да некуда. Вот здесь просто ли? Делайте то, что считаете нужным, но при этом получайте удовольствие и в том плане, когда вы выполняете свои обязанности, ставьте для себя установку. Я очищаю свое пространство. Я привожу в порядок мою жизнь. Не вашу, а есть. Я получаю удовольствие от результата. Вы сделали ваши дела, все, что от вас зависело. Посмотрели вокруг. Ах, как хорошо. Какая я молодец. Ах, умница, красавица. Теперь мне обязательно надо как-то меня отблагодарить. Так? Что делаем? Или завариваем вкусный ароматный чай, сидим с удовольствием его пьем, или едим какую-нибудь вкусную сяну. Если начинаем говорить, а мне, а мне, расскажите. Так, это заработал? Я заработала, имею полную зло. Конечно, это не всегда, не во всех ситуациях срабатывает, но по максимуму девочки получать удовольствие от жизни. Конечно, нужно отдыхать, нужно развлекаться. естественно, повышайте свою ценность. Ну, я так понимаю, у Лены нет возможностей на танцы, хотя бы. Почему нет? У нас YouTube в помощь. Включаем уроки танцев для начинающих и танцуете полчаса в день для себя любимой. Уделите. Послушайте музыку, можете попеть, даже если у вас нет ни слуха, ни голоса. даже если будут говорить, что ты там орешь, скажите, а мне нравится, я хочу петь. Вот пусть они там поют, на сцене, в телевизоре. Вот, но здесь главное, научитесь уважать себя. Пока вы себя не научитесь уважать, вас никто уважать не будет. И также, если вы сами себя не любите и сами себя загоняете под плинтус, то тем самым вы даете возможность всем, кому угодно, загнать вас под этот плинтус. Если же вы себя цените, то вы многие вещи не позволите делать. Не позволите. Просто напросто. Потому что это будет идти в разрез с вашей жизнью, с вашим восприятием мира. Семья это конечно очень интересно и сложно одновременно. Удовольствие. Как жить, если никто никому не обязан? Удовольствие. Получайте удовольствие от жизни. Получайте удовольствие от общения со своими родными и близкими. Да, вот у нас у девочек к нашим мужьям бывает очень большая куча претензий. Вот ты здесь мало заработал, ты вот здесь это не делаешь, ты вот здесь вот так, ты здесь не доказал, вот почему ты на них заглядываешься, я для тебя что пустое место и тому подобное. Мы найдем миллион причин, лишь бы прицепиться. и соответственно в нашу сторону тоже идут претензии. Когда вы, девочки, научитесь восхищаться вашим мужчинам, хвалить его по делу, вот он что-то сделал, подойдите и скажите, спасибо тебе, какой ты молодец, для тебя ибо я не справилась. Ты так классно это сделал, спасибо тебе, я рада, что ты рядом со мной. А как можно ничтожеством восхищаться? Вспомните начало ваших отношений. Самое начало. зачем поощрять его ничтожность не стоит. У каждого из нас есть достоинства и недостатки. Разберитесь в своей жизни, для чего вам нужен этот мужчина? Для чего? Чему вам надо научиться? это? Это была ошибка, я полюбила, он воспользовался. Здесь даже не это. Если у вас отношения себя изжили, не держите сомни. Но всегда есть то, ради чего стоит сохранить отношения. и это вы сами для себя решаете и выбираете. Уясните это, пожалуйста. Это точно. Надо начать восхищаться мужем, детьми, а мы с легкостью критикуем, поэтому отталкиваем своим любимым отсюда. Намного легче и проще сказать, ты дурак, ты бездарь, у тебя ничего не получится, чем поддержать и сказать, да, сейчас у тебя не получается, но я верю в тебя и я знаю, что у тебя все получится и ты можешь это сделать. Это всегда сложнее, намного сложнее поддержать и вместе найти способ решения ситуации. Это сложнее. Проще сказать, ты виноват во всех смертных грехах, вот из-за тебя вот это, вот это, вот это, вот и тому подобное. Правда ведь? Кто из вас, по-честному, ребят, кто из вас искренне восхищается вашими домашними? Ставим плюсики. Без критики, без претензий, вообще. И конструктивно решаете, находите выход из ситуации, Людмила молодец, Антонина молодец. Да, вот именно, мужчины, делая ошибки, становятся настоящими. Подобное притягивает подобное, это тоже истина. Поэтому девочки мальчики, а мальчики особенно восхищайтесь вашими девочками. мальчиками. Николай, а здесь разберитесь, почему эта ситуация с вами в таком ключе? Что мешает? Значит, ищите проблему в маме. Мамы ломают мальчиков. Что? Целая куча и претензии к самому себе, что не такой текой, и что какая там на тебя посмотрит, или наоборот чрезмерный нарциссизм наблюдается, что пук земли. Вот. То есть здесь первый вариант, что в свое время мама сломала свои критики, своими претензиями, конечно, не от хорошей жизни, никто и вовремя не подсказал, что так нельзя делать. Все мы идем методом проплышей. У кого-то просто хватает мудрости и осознанности вовремя включить, сказать, стоп, что я делаю, зачем? Можно же просто поддержать добрым словом, сказать, я в тебя верю, и все получится. я восхищалась, пока глаза не открылись, теперь вижу, что ситуация очень запущена, я своими восхищениями вырастила у них непомерное эго, которое меня теперь топит. Начните взращивать свое эго, такое же, чтобы были на равных, переходите из состояния жертва в состоянии ученика. Просто элементарно подойдите к зеркалу утром, улыбнитесь, ах, какая я прелестница, какая я чаровашка, какая я бояшка, у меня все получается, у меня все прекрасно, ох, прекрасный день, ура, у меня все получается, вот, если бы мы были совершенны, не были бы в гостях, у Динара, это точно, я тоже не совершенствовала, мне тоже целая куча и достоинств, и недостатков. Да, вот, попробуйте, Лен, понемножечку, вот, по чуть-чуть радоваться, получайте удовольствие от того, что вам доступно. Так, ну что, мои хорошие, давайте подготовимся к практике, сейчас я передам слово Елене, она с вами пообщается, а тем временем мы подготовимся к практике и начнем. Так, Лен, если вы готовы взять микрофончик, поставьте, пожалуйста, в чат что-нибудь, я вам микрофончик передам, пообщайтесь с народом немножечко, все, хорошо, я отключаюсь, тем самым готовимся к практике, не расходимся, самое интересное с тем, как меня слышно, слышно-слышно, прием, поставьте значочки в чат, что вы меня слышите, дело, Динара, подготовиться пока к практике, потому что будет энергетически мощная практика, нужно подготовиться, да, благодарю, слышно, прекрасно, я тогда тем временем вам, пока, пока Динара готовится, я вам сейчас сделаю ссылочки в чат по предложениям, которые, с которыми к нам пришла сегодня Динара, их сегодня немало, у нас есть с вами консультация личная Динары, вот, есть участие в настройке радужного канала, две ступени, первая ступень и вторая ступень, интенсив, радужный интенсив, который будет проходить вживую 30 октября, и если вживую вы не хотите или не можете, то можете купить интенсив, который такой же, который будет проводиться вживую, но который проводился уже раньше, и он есть в записи, да, это запись полтора часа, и, соответственно, запись подешевле, чем живое общение, но здесь вы вправе уже выбирать, да, как вы хотите. Итак, дорогие мои, начнем, я вам кидаю ссылочку на личную консультацию Динары в скайпе, по скайпу, она идет от 40 минут до часа, это среднее время, вот, и на этой проходите по ссылочке, если кому интересно, если у кого-то есть желание именно проконсультироваться по своим вопросам, если правда у кого-то есть тупиковые какие-то ситуации, и очень нужна помощь Динары, и через свои энергии Динара решает, помогает решать вопросы, и видит и потоки ее исцеляющие при общении, и она помогает вам выйти из этой ситуации, направляет вас в нужное русло, то есть показывает вам дорожку, как каким путем вы можете выйти из той или иной ситуации, в которую вы вдруг вот попали, да, в жизни. Так, следующее предложение можете посмотреть, это настройка на радужный канал, первая ступень, вот такое предложение Динары, Те, кто уже проходил посвящение на первую ступень, могут приобрести вторую ступень в это посвящение, сейчас я вам дам ссылочку на нее, на него, на это посвящение, или если вы хотите приобрести посвящение и на первую, и на вторую ступень, вот вам пожалуйста ссылка на вторую ступенечку, пока Динара готовится, вы можете походить по ссылочкам, посмотреть, открыть ссылки и посмотреть, порассматривать, мы еще потом вернемся к этому вопросу, да, еще и Динара и Яну проговорим, но пока вот пауза образовалась, вы можете уже сейчас ознакомиться с этими предложениями. следующее, это как раз ссылочку я вам даю на живое участие в ее интенсив тренинге, который будет проходить 30-го числа, 30-го октября в 12 часов дня, можете поучаствовать. Вот так вот. Ну и, собственно говоря, аналогичный тренинг, такой же, как будет проводиться вживую, но практически такой же, только который уже проходил и он есть в записи. Вы можете приобрести его в записи. Вот. Такие предложения. Давайте я вот так вот, чтобы вам в чате видно было, я вот так вот сейчас свое фото закрою, чтобы чат было лучше видно, да. Итак, у нас с вами предложение от Динары, которое она любезно нам предоставляет, это ее консультация, ее скайп-консультация, которая рассчитана на час, на 40 минут-час. Это посвящение в радужный канал для профессионала первая ступень посвящение в радужный канал для профессионала это вторая ступень, это отдельное предложение, либо вы сейчас проведете практику, если вы очень прочувствуете эту энергию, если вы захотите с ними работать, то вы можете приобрести и первую, и вторую ступень, и быть тогда уже супер-профессионалом в этом. Также вас приглашает Динара на радужный интенсив тренинг, который будет проходить 30-го числа, в 12 часов по Москве, это рассчитано на полтора часа, либо купить его в записи, тоже аналогичный тренинг, полтора часа, но тот, который уже в записи, который уже проходил. вот, вот, смотрите, Динара вывела яркую красочную картиночку на экран о своей презентации, как раз расписана, да, личная консультация по любым вопросам, ситуациям, практикам, ситуациям жизненным и, собственно, причинам, да, и скорая помощь в решении, ну, конечно, индивидуальный подход, потому что эта консультация, она индивидуальная, и конкретный разбор ситуации, исправление, моделирование, очищение, коррекция, гармонизация пространства, после чего у вас в достаточной степени все выровняется и вы выйдете из тупиковой ситуации, в которой вы оказались по той или иной причине, да, и в той или иной сфере вашей жизни. Радужный канал для профессионалов это инициация, активация радужных энергий, широкого спектра действия. Радужный канал это канал вселенских энергий из центральной галактики. Основной набор цветов и их производных с вкраплениями и проблесками различных драгоценных кристаллов и вихревой основе метод применения этих энергий абсолютно во всех сферах жизни. абсолютно будь то сфера здоровья, счастья, изобилия, финансов, всего, что хотите. Эти энергии можно, божественные энергии из центральной галактики можно применять и привлекать абсолютно для разрешения любой ситуации в вашей жизни. И радужное купель очищения это техника очищения и гармонизация. Эту технику можно делать во всех ситуациях, но не чаще тем один раз в неделю, потому что она очень и очень мощная. Плюс 30-минутная скайп-консультация это то, что входит в пакет для профессионала радужный канал первая ступень. То есть у вас там есть возможность еще и пройти консультацию консультацию с Динарой 30-минутную ответы на вопросы и по технике применения и использования. То есть здесь консультация именно по технике использования либо приема этих энергий. Также комплект радужные практики это 4 инициации для личного пользования в записи участия в профессиональном чате. Вы добавляетесь в чат, где есть уже люди, которые пользуются этими энергиями и конечно Динара там помогает отвечать на вопросы. Вопросы ответы, работа над ошибками и доступ к радужной помощи мастера. То есть мгновенное разрешение ситуации участия в интенсивах со скидкой. Если вы приобретаете вот этот, если вы приобретаете этот пакет настроек до радужных канал для профи первая ступень, то вы имеете еще и доступ к последующим интенсивам со скидкой. не по следующему, а именно к профи. То есть следующая ступень радужных настроек. Интенсив, тренинг полтора часа, который будет проходить 30 октября по Москве в 12 часов. Это радужные возможности. Все практики полтора часа. Полтора часа только практик. и они направлены на повышение осознанности, улучшение восприятия информации, расчистка энергетических каналов осознанности и раскрытие ваших возможностей. А возможностей у нас, дорогие мои, в жизни в этой очень и очень много. Нужно только их раскрыть, нужно только позволить себе этому быть. Плюс вы получаете запись тренинга и комплект радужные настройки 4 инициации. Это для личного использования в записи. И отдельно запись любого из тренингов. Базовые установки радужного канала, радужная карма, радужное изобилие. Вот этот бонус он идет стоимостью 1000 рублей, но у вас идет отдельно запись любого. А, нет, это вы можете выбрать любой из этих тренингов, вот этот записи, да, либо базовые установки радужного канала, либо радужная красота, либо радужная изобилие. Любой из этих трех тренингов вы можете приобрести за 1000 рублей. Вот такие замечательные сегодня предложения, такие чудные подарки от Динары. Так, я не очень вижу свою ссылку. Ну, хорошо, мы поговорим с вами тогда об этом еще позже, а сейчас Динара уже готова к практике, и я тогда удаляюсь. Желаю вам прекрасной и замечательной практики и прочувствовать эти великолепные радужные энергии на себе. так. Ну что, вот наконец-то камера среагировала, как меня видно, слышно, и мы начинаем нашу практику. Сядьте поудобнее, попейте водичку, садимся ножки плотно на полу, ручки раскрыты. Даем намерение «Радужный канал» для активной практики, в том ключе, в котором необходимо для каждого из вас. Заземляемся. Все практики делаем с открытыми глазами. Для того, чтобы у вас процессы пошли уже здесь и сейчас. Если вам сложно сразу работать с открытыми глазами, то на некоторое время глазки прикрываем, почувствовали, представили. Глаза сразу открываем. Переносим это состояние сюда. Понятно? Взаимно. Я вас всех обожаю, ребята. Давайте, начинаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!